Все собрались. Насколько наше мероприятие снизит или, не дай бог, повысит коррупцию? На 0,1% уменьшит или на 0,01% повысит уровень коррупции? В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией Казанский университет провел традиционное ток-шоу «Активное студенчество говорит нет коррупции». Само по себе явление взятничества – злободневная проблема многих стран мира. Независимо от их уровня социально-экономического развития, правительство на протяжении долгого времени старается решить этот вопрос, но возникает встречный – а возможно ли это явление вообще искоренить? Коррупцию можно победить, если организовать правовое просвещение, воспитать в каждом человеке негативное отношение к коррупции. Это на самом деле очень важно, поэтому мы в Республике Татарстан, начиная со школьного возраста, с детей, начинаем воспитывать в них уважение к честности, уважение к закону, уважение к справедливости. И уже в студенческой среде мы продолжаем эту работу и объясняем студентам, что надо всего добиваться своими силами, своими познаниями, своими навыками делать все по-честному. И только так у нас в Республике можно добиться успеха. В шоуруме высшей школы журналистики и медиа, коммуникации, эксперты и студенты обсудили вопросы увеличения коррупции в период введения с Западом санкций против России и в период объявления частичной мобилизации. А также поговорили о том, необходимо ли вводить смертную казнь как способ борьбы с данным явлением. Мнения сторон разделились, а это значит, что система антикоррупционной комиссии требует некоторых доработок. Начали общаться с антикоррупционными студентскими комиссиями. Чем больше мы общаемся с ребятами, со студентами, чем больше общаемся с преподавателями, тем я считаю, что мы все-таки объясняем. Если человек получает такие знания, значит он вооружен. Если вооружен, значит он знает, если он совершит преступление, к чему это приведет. То есть мы стараемся уменьшить риски, которые есть именно в плане коррупции, чтобы человек осознавал, что если он совершит пронарушение, преступление, то в дальнейшем он понесет наказание. В Казанском университете функционирует антикоррупционная комиссия. Ее главными задачами является минимизация коррупционных фактов. И защита прав студентов в стенах вуза, а также просвещение в сфере политики коррупции. Это, безусловно, важно для формирования четкой гражданской позиции студентов. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.